Военный переворот или польские сны о Беларуси. Пока Украину сжигает пламя войны, Варшаве строит планы, где бы еще поджечь. 23 мая на польском телеканале Польсад вышло интервью бывшего командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшепчака. Генерал порассуждал о недавних событиях в Белгородской области, украинском контрнаступлении и подготовке Польши к некому вооруженному перевороту в Беларуси. Интервью Скшепчака можно было бы рассматривать как досужие рассуждения генерала в отставке. Однако в заявлениях бывшего военного можно заметить немало интересных деталей. Рассмотрим подробнее. Скшепчак прокомментировал атаку диверсантов в Белгородской области, в результате которой погиб один мирный житель и более десяти пострадали. По словам генерала, диверсионную операцию провели российские наемники, воюющие на стороне Украины. При этом эти действия не имеют стратегического значения, но преследуют другую цель – дестабилизировать российскую администрацию в этом регионе. Далее Скшепчак допустил, что подобные акции вскоре могут пройти и на территории Беларуси. «В случае успеха украинского контрнаступления те вооруженные белорусы, которые входят в состав военного потенциала украинской армии, не сложат оружие. Они поедут в Беларусь. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Беларуси», – заявил польский генерал. Под вооруженными белорусами Скшепчак, вероятно, подразумевает участников незаконных военизированных формирований в Украине, в частности, боевиков из полка Калиновского, признанного в Беларуси экстремистским формированием. Но на этом польский генерал не остановился и прямым текстом призвал власти Польши поддержать экстремистов и принять участие в вооруженном госперевороте в Беларуси. Давайте готовиться к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. «Речь о том, чтобы не проспать этот момент. Нужно быть готовыми поддержать те подразделения, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам», – заявил Скшепчак. Самое интересное, что, по мнению генерала, белорусский народ к подобному развитию событий отнесется с энтузиазмом. Правда, затем польский генерал заметил, что если восстание состоится, то обязательно произойдет массовый исход белорусов в направлении Польши. Зачем преисполненным энтузиазмом белорусам бежать из страны, Скшепчак не уточнил. Но очевидно, что генерал прекрасно осознает реалии. Люди бегут не от светлого будущего, а от войн и социальных потрясений. Осознают эти реалии и в Беларуси, поэтому и готовятся к возможным вызовам. Сегодня Беларусь противостоит не только внешним угрозам, но и попыткам дестабилизировать ситуацию внутри государства. Еще в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники незаконных военизированных формирований будут нести особую ответственность и должны понимать, что за рубежом они никому не нужны. В этой связи президент упомянул о калиновцах в Украине и формируемых в Литве и Польше хоругвях. «Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Мы четко понимаем и знаем», — сказал президент. «На их фоне отправляют. Идите на фронт, тренируйтесь, натренируйтесь, поедете в Беларусь свергать власть, устроите там шабаш, войнушку. Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось. Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет, но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени». Накануне, находясь в Кремле, глава государства прокомментировал масштабные прожекты с Кшепчака. «Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил, что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны. Они так это называют. А на самом деле мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — заявил глава государства. «К сожалению, они мои заявления не слышат. А вы, наверное, знаете, что я несколько месяцев тому назад говорил о том, что они готовятся к восстанию, революции. Я не знаю, к чему они готовятся в Беларуси. А то, что они готовятся у нас к какому-то, может быть, мятежу очередному. Мы это знаем давно». Но даже без мятежа так называемые добровольцы, которые с оружием в руках принимают участие в боевых действиях в Украине, несут потенциальную угрозу. Ведь пройдет еще немного времени, и многие из них попытаются вернуться домой с боевым опытом и сломанной психикой. Стоит отметить, что опасения по этому поводу есть и на Западе. Еще в прошлом году в американской газете «Вашингтон-Пост» была опубликована статья Риты Кац, аналитика и соучредителя разведывательной группы «Поиск международных террористических организаций», базирующиеся в Вашингтоне. Кац отмечала, что среди желающих отправиться воевать в Украину оказалось множество радикалов и националистов. «Я не замечала такого уровня вербовочной активности с тех пор, как исламское государство провозгласило свой так называемый халифат в 2014 году и искала единомышленников по всему миру, чтобы присоединиться к нему», отмечала Кац. При этом аналитик выразила уверенность, экстремисты в Украине представляют опасность не только для этой страны, но и для всего мира. В свое время сирийский конфликт послужил идеальной питательной средой для таких террористических групп, как Аль-Каида и исламское государство. В итоге Сирия стала площадкой для подготовки террористов, которые позже совершили теракты на Западе – в Париже в 2015 и в Брюсселе в 2016 году. Точно так же экстремисты, успешно добравшиеся до Украины, могут вернуться домой с оружием и боевым опытом. «Тот факт, что экстремисты находятся где-то еще, не делает их менее опасными для стран, из которых они прибыли, как мы это уже хорошо поняли. Где бы ни происходила война, она всегда представляет собой возможности для экстремистов», – заключила Рита Кац. В этой связи хотелось бы напомнить польским властям, что на территории Украины сегодня воюют и их граждане, а завтра те, кто останется в живых, вернутся на родину. Поэтому Варшаве впору задуматься о собственной безопасности, а не строить утопические планы насчет Беларуси.